Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как повысить в себе уверенность, очень боюсь, что ничего не добьюсь в карьере. До сего дня любая работа развивалась по одному сценарию на собеседовании, говорят об одном объеме и сложности, когда прихожу, заваливают очень большим объемом. При этом такой, что сильно мозги не напрягаются, в результате профессионализм растет, но очень-очень медленно, при этом мне уже почти 40 лет. В личной жизни тоже ни на что не надеюсь, единственное, очень краткосрочное. Отношения закончились 12 лет назад, и все, как отрезованные, женатые мужчины вообще внимания не обращают, словно в природе не существуют. При этом я симпатичный и с мягким характером. Что делать, как совсем не опустить руки? Ну, вообще, я бы сказал, что такое ощущение, да, что вы нацелены как будто бы на, первое, как бы карьерный рост, на успешность, и второе, вы нацелены на то, чтобы построить какие-то серьезные отношения. То есть, речь идет про идеализацию. Вот, вы идеализировали успехы, идеализировали мужчин. Вот, точнее, даже не мужчины, а отношения с ними. Ну, налицо некая такая тенденция к тому, чтобы что-то доказать. То есть, как будто бы, вот, вы пытаетесь доказать, что через работу, что через отношения, что-то. Отсюда, собственно, и подобное, ну, подобный результат получается, потому что доказательства, точнее, стремления к тому, чтобы доказать что-либо, они ни к чему, как правило, не приводят к хорошему. Вот, и, в общем и целом, это, ну, не тот вектор, вектор. Вот. В первую очередь, хочется сказать, что самое-то главное, не профессионализм. Вообще-то. Самое главное, это то, на мой взгляд, самое главное. Это то, что вам, в целом, интересно, самой. Вот, что важнее. Понимаете, да? То есть, на первом месте идет именно, именно важность того, что вы, ну, того, что вы хотите. Ваш интерес, грубо говоря. А сейчас, на данном этапе, ну, вот, ничего такого нет и близко. К сожалению. То же с мужчинами. Вы ведете себя, если раскованно. Вы, если не проявляете интереса к чему-то, да? Где же в таком случае может взяться между вами и человеком что-то общее? Что-то общее. Ведь отношения там выстраиваются на общем чем-то. Вот. Понимаете? А если общего нет, то на чем-то, да, выстраиваются отношения? Да? Понимаете, как бы, то есть, ну, здесь всё довольно... Так, я бы сказал, я бы сказал, здесь всё довольно очевидно. Получается. Ну, по сути, по сути дела. Вот. Здесь всё довольно очевидно. И вопрос заключается только в том, насколько это всё вы можете сами реализовать. Да? Как бы. Вот. И в этом смысле вам опять же может помочь психолог. То есть, помочь наладить свою сферу интересов и помочь наладить как раз-таки, например, личные границы, чтобы, допустим, вас не использовали. Потому что, когда, к примеру, вам наваливают какой-то объём работы, это больше про что? Это больше как раз про то, что вы не можете отстаивать свой интерес. Вы не можете отстаивать свои личные границы. Вот. К, ну, к сожалению. И вот это то, чему может психолог вас научить. Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере, это то, чему вы сами можете научиться. Сейчас. Вот. Вот. На мой взгляд, такой ответ вам можно дать. Да? Ну, и, конечно, травма расставания здесь тоже играет довольно серьёзную роль. Я думаю, что на вас это повлияло. То, как вы расстались со своим молодым человеком. Да? Как вы расстались со своим мужчиной. Скорее всего, вас это травмировало. Я бы ещё предложил работу с ожиданиями. Тут тоже, на мой взгляд, возможно, есть перекос. Вот. Ну, и то, что вы называете мягким характером, не стоит путать с, я бы сказал, вседозволенностью другим людям по отношению к вам. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Багет安ёта